Продолжение следует... Мы вместе с вами в нашей общей молитве, в нашем общем предстоянии пред престолом Божиим, участием в таинстве таинств. В священном Писании есть такие слова. «Вспоминайте наставников ваших, и зирая на конец их жизни, подражайте вере их». И в этих словах, из послания к евреям, святого апостола Павла, весь заключен подлинный, изначальный и самый важный смысл почитания святых в церкви. Когда христиане не просто обращаются к ним с молитвами, молитвей за нас, а когда они научаются их добродетелям. Святые и бестребленники и чудотворцы Косми и Домиан, осейские, одни из самых почитаемых в Вселенской Церкви Святых, небесные покровители этого храма, общины, братья и служащие. Чему они нас могут научить? Мы уже слышали сегодня. И обратим наше внимание еще на несколько моментов. Прежде всего, они были врачами. Это ведь не значит, что каждый из нас, для того, чтобы послушать Богу, должен быть врачом или священником Раами, духовным врачом. Если христианин старается жить по Слову Божию ежедневно и пытается быть верным этого Слова, то он найдет в разных обстоятельствах каждый день множество возможностей и поводов исполнить эту заповедь о любви к ближнему. Апостол Павел также говорит, что каждый оставайся в том звании, которым он призван. И поэтому наша верность к Христу и нелицемерное желание жить по Евангелию будут нашу жизнь приводить созвучие с воли Божией в одну тональность. А это означает, что и каждый на своем месте в монастыре или семье, на учебе или на работе, в храме и даже на улице каждый на своем месте может увидеть в лицах братьев и сестер или Христа и послужить Ему всем сердцем и всей душой своей. Они были врачами безмездными, то есть бессребрениками Косьма и Дамиан. В этом урок для нас и сегодняшних не в том плане, что мы буквально должны подражать этому подвигу. Может быть, кого-то Господь и призовет. Но в этом примере, который явлен нам в лице этих святых, как уже сегодня было сказано в проповеди Настоятеля, утверждается пример бескорыстной любви. Для христианина в жизни христианина приоритетом все-таки является Слово Божие и духовная ценность, Евангелие, любовь, вера, милосердие, сострадание. Вот что должно быть руководящим принципом нашей жизни. К сожалению, так бывает. Далеко не у всех нас встречается. И такие люди в церкви, которые без пользы для себя или без какой-то материальной выгоды не сделают фактически ничего. вот приоритет евангельских ценностей над всем материальным, над всем земным, над всеми страстями, которые нас вражают в этой жизни и в личной, и в общественной. Вот что должно быть отличительным признаком христианина. А более того, это как раз согласуется и с примером нынешних святых слова Спасителя. Посему знают вас всех, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как важно нам снова и снова напоминать себе ежедневно, может быть, даже ежемоментно эти слова. И особенность сегодня, чтобы наша душа благодать Господа получила исцеление от того страха, от того отчаяния, от той ненависти, которая разливается в этом мире. А чтобы мы утверждались в словах Спасителя. Чтобы имели Евангелие непреложным ориентиром в своей жизни. И были верны, прежде всего, Ему, а все святые в собор святых вместе с Богородицей являются нашими и наставниками, и молитвенниками, и заступниками перед Богом. Но прежде всего, нашими учителями. Будем следовать путем святых и будем учиться у них верности Христу. Аминь. С праздником! Ваше высокопресеченство, дорогой владыка, митрополит Арсений, мы сердечно благодарим вас за ваше служение. Как всегда, когда архиереи служат в обычном приходском храме, это соединяет этот храм со всей нашей церковью. Благодарю вас за ваше наставление, следование словам Евангелия, в той заповеди, которую Господь дает ученикам, любить друг друга, дает новый заповедь, как я возлюбил вас, жертвенной любовью, как и вот пример Космидемиана. Мы сердечно нас благодарим и просим вас принять от нас вот этот скромный подарок, икону Космидемиана. Будем надеяться, что она будет напоминать вам о нашем приходе и дарует вам силы для вашего служения нам новое и благая лето. Спасибо, дорогая Владика. Спасибо. Спасибо. Спасибо за это наше общего богослужения. С праздником.